Еще о делах криминальных владелица семейного магазинчика в Бразилии заметила, что в кассе постоянно возникает небольшая недостача. Но в стоящем за прилавком у кассы ящик с деньгами, кроме женщины, ее мужа никто не заглядывал. Они сами работают продавцами в этом магазине. Да, но женщина придумала, что делать. И когда воришка, а оказалась эта женщина, полезла в ящик за добычей, ее ждал сюрприз в виде мышеловки. И хозяева, которые в этот момент были в торговом зале, едва сдерживали смех, когда преступница попыталась с невозмутимым видом стряхнуть мышеловку обратно. К счастью для нее, мышеловка была не такая, какие принято ставить в русских домах. Пальцем мошенница и ловушка не причинила никакого вреда, так что ни оправданий перед полицией, ни повода для встречного иска у нее нет. Слушай, ну самое главное, ты обратила внимание, когда захлопнулась мышеловка, то все на... Покер фейс просто. Опытная. Опытная женщина. И стоит, представляете, милая, разговаривает, улыбается. Вот он, вот он, троянский конь, внутри которого злой умысел. Ты что вспомнила? Троянский конь? Как думаешь, теменцы вообще помнят? Для чего нужен троянский конь? Ну я думаю, мы можем попросить нашего коллегу Игоря Жариков, чтобы он задал этот вопрос. Игорь, с нами на связи. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Узнай, пожалуйста, у тюменцев, для чего, по их мнению, нужен был троянский конь? Ну явно не для того, чтобы его съесть. Знаю. Для чего был построен троянский конь? Троянский конь для чего был построен? Не знаю. Не помните? Нет. Ну, там же они завоевывали. Я по-русски не знаю. Нет, так это же не российская история. Не знаю ничего. Помните эту историю вообще? Ну, конечно. Какая там завязка была? Не знаю. Тогда воевали трое и... Конь. Еще двое. Еще двое. Чтобы трое захватить. Верно. А кто ее построил? Его коня. Я не помню. Я знаю, но я не помню. Для того, чтобы спрятаться от кого? Ну, точно не от дождя. Не от дождя, нет. Ну, то, что это история Греции, это сто процентов. Так. Ну, от врага, в общем, спрятаться. Для проникновения в крепость. Какая там история была связана с ним? Ну, не могли взять трое. Вот. Поэтому осаду вели долго. Были вынуждены, как говорится, испытывать большие трудности в питании. Ну, и придумали, значит, построили коня. Вот. Вовнутрь воины были помещены. Много? Много. Ну, порядка там 10-15 человек вроде. Я рад, что тюменцы помнят эту историю, хоть и не все. Троянский конь был построен ахейскими войсками, как тактическая хитрость. Они очень долго пытались завоевать трое, у них ничего не получалось. В итоге они сделали вид, что уплыли, оставили у стен трое того самого коня. Внутри было несколько героев. Трое посчитало, что это дар победы. Затащили коня внутрь. Ну, а ночью лазутчики вылезли из чрева коня, открыли ворота подошедшему войску. Трое было захвачено и разрушено. Грустная, но очень интересная история.